МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева, и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. Итоговое собрание жителей по программе поддержки местных инициатив в нашем районе близится к завершению. В большинстве сельских поселений уже определились с тем, на что потратят собранную сумму. 18 января вопрос участия в программе рассматривали жители села Орловки. Уже не первый год в Орловском сельском поселении активно занимаются благоустройством, улучшают внешний облик деревень и условия жизни сельчан. На этот раз жители Орловки рассматривали вопрос благоустройства территории мемориала памяти павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступила секретарь совета района Инзеля Ибрагимова. Она рассказала о больной системе оценки конкурса. Глава администрации сельского поселения Любовь Шамшурина напомнила об условиях участия в нем. В итоге жители единогласно проголосовали за выбранный проект и определили инициативную группу. Жители сельского поселения единогласно решили принять участие в данном проекте, проголосовав единогласно, и также выбрали первоочередную проблему для участия в данном проекте. Также жители сельского поселения определили суммы вклада бюджета сельского поселения, значит, вклад населения сельского поселения, также, значит, запрашиваемую сумму из бюджета республики Башкортостан. Для жителей села Жболдина один из острых вопросов – ремонт центрального водопровода. Система водоснабжения в селе устарела, ей уже более полувека, часто бывают порывы. Актуальную проблему они надеются решить благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. 19 января они провели итоговое собрание. Глава сельского поселения Эльмира Садриддинова рассказала об условиях участия в конкурсе. Сельчане единогласно приняли решение участвовать в программе, определили сумму вклада каждого из них. Мы, жители, решили запросить от республики Башкортостан сумму 400 тысяч рублей и с населения собрать 10% – 40 тысяч рублей, 10% от спонсоров – 40 тысяч рублей и сельское поселение выделит 15% в сумме – 60 тысяч рублей. Но для этого нам еще надо выиграть конкурс. В этот же день итоговое собрание прошло в Янауле. Жители планируют благоустроить кладбище, расположенное в северной части города. Подобный проект реализуется не впервые. В прошлом году за счет финансирования из республиканского бюджета и денежных средств, собранных жителями, было благоустроено закрытое кладбище по улице Маяковского. В этом году с инициативой выступили жители улицы Красина. Для реализации этого проекта потребуется 1 миллион 250 тысяч рублей. Несмотря на холодную зимнюю погоду, как говорится, жители приняли очень активное участие, пришли, все выступили. Будем надеяться, что именно мы попадем в эту программу и сделаем наконец-то, что люди пожелали, благоустройства нашего северного кладбища. До конца января итоговые сходы жителей пройдут в оставшихся сельских поселениях, после чего участникам программы останется дождаться результатов конкурса. Победа в нем даст возможность сельчанам решить наболевшие вопросы. На этой неделе православные отметили один из древнейших и главных христианских праздников – Крещение Господнее. Уже второй год в нашем районе на пруду в районе села Иткинеева оборудуется купель для крещенских купаний. Святые Божие, святые гребки, святые бессмертные, помилуй нас! Святые Божие, святые гребки, святые бессмертные! В 7 часов вечера, 18 января, настоятель Иверско-Илинского храма Николай Гречушкин провел чин освящения воды. Он поблагодарил все службы за участие в организации купели и пригласил желающих окунуться в воду. Для многих янаульцев купание стало неотъемлемой частью праздника и приносит массу положительных эмоций. Для нас это самый большой праздник, один из самых больших праздников – Крещение. И когда заходишь, все грехи свои смываешь, заново обновляешься, заново рождаешься. Эмоции вообще зашкаливают. Ощущение огня! Главное зайти. Когда заходишь, а потом выходишь, все горит, уже ничего не ощущаешь. Ну, практически, когда не на работе, то каждый год купаюсь. Бывало, и на севере купались. В минус 57 купался. Ну, сейчас, слава Богу, у нас в Янауле появилось купели. Очень спасибо большое всем. В купаниях могли участвовать все желающие, независимо от возраста и пола. Необходимо только учитывать состояние здоровья и степень подготовки организма к температурным скачкам. Считается, что даже простое омовение святой водой приносит пользу. Многие янаульцы в течение всей ночи и следующего дня воспользовались этой возможностью. Для организации купания задействовали службы жизнеобеспечения района. На территории Ордани был открыт проезд, проведен свет, подготовлено место для переодевания обогрева. Во время купания здесь дежурили сотрудники МЧС, медработники и полицейские. Сегодня на данном мероприятии задействовано три человека личного состава пожарно-спасательной части города Янув и вместе с другими службами обеспечиваем безопасность на месте крещенских купаний. В прошлом году на подобном мероприятии было небольшое ЧП, так скажем. Человек в нетрезвом состоянии пришел на купание. Ввиду этого у него перебило дыхание и его передали скорой помощи. Надеюсь, в этом году все пройдет спокойно, без происшествий. Были задействованы не только жительское коммунистическое хозяйство, но и народники. Нам также помогли ифтянники, которые ставили подкаст, купили. Также организованно установили и добровольные дружины, народные дружины. Здесь члены добровольного народного дружины и волонтеры. Надеемся, что это у нас уже традиционно и на следующие годы тоже будет это будет премистрировано. Той же ночью в Уиверско-Илинском храме верующие собрались на праздничную литургию. Крещение Господне называют Богоявлением. В память явления полноты Божества. Всех лиц Святой Троицы. Накануне и в сам день праздника совершается особый чин великого освящения воды. В это время христиане молятся о том, чтобы вода получила благословление и наполнила силы, чтобы обладать даром исцеления души и тела. В этот день всегда освящают, потому что освящается все водное естество и во всех храмах. Освящается особая вода. Называется она геаспи. В переводе она называется святостью. Эта вода приравнивается к причастию. Кто из верующих знает, что причастие – это самое великое, что есть на земле, когда человек соединяется с Богом, Господом нашим Иисусом Христом. И вот эту воду в течение двух дней освящают. Вода отличается. Отличается освященная и святая. Освященная – это во всех колодцах, в источниках, в храме правообычном. Она осветилась. Святая вода – это та вода, над которой читались особые молитвы, которой священник трижды опускал крест и просил, чтобы Господь не спасал святого духа и осветил воду с нее. Братья и сестры, я очень рад, что у нас в Янауле и во всем Янаульском районе вот уже второй год делается Иордань. Иордань – это где все желающие, верующие, неверующие, все люди имеют возможность окунуться в хрещенской святой воде, получить благодать Божию. Это такой обычай, традиция, когда люди, вот, и у нас в этом году получилось постараниями, когда люди могут окунуться, полностью погрузиться в святую воду, чтобы Господь очистился скверный и не спасал благодать этого духа. Я очень благодарен всем, кто потрудился сделать эту Иордань и рад, что вот все-таки сейчас люди едут и едут, чтобы окунуться, дай Бог, чтобы и у нас продолжалось в Янауле и во всем Янаульском районе, чтобы раз в год и у нас была Иордань для всех желающих. Традиционно в этот день Янаульцы приходят в храм за святой водой. Считается, что на крещение вода приобретает целебные свойства. Крещенскую воду называют Великой Агиасмой, что значит святыня. Она способна оставаться свежей и не портиться на протяжении всего года. Ее дают пить тяжелобольным. Ею освящают храмы и дома. Я беру ее в Ахтияли, средненько, и переложил, и мы умываться, маленечко, раз, нальешь все. В ванну моешь, вот чуть-чуть, раз, ложку вылим, и вода сама натиснет святой. Мы собрались крещеные люди, все родственники, ну как родня уже. Батюшка у нас хорошая. По возможности я посещаю. Так, ну храм мы начинали делать его. У меня благодарность за храм есть. Освящение воды – это залог будущего преображения, символ вечной жизни. По словам священнослужителей, одно из главных значений праздника – духовный и нравственный рост человека. Стремление к тому, чтобы мир вокруг нас стал чище и добрее. В 2022 году у должников по кредитам появится возможность защитить часть своих средств от списания долгов. С 1 февраля те, кто задолжал банкам деньги и не может вовремя их вернуть, смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Тем не менее, данное нововведение коснется не всех категорий должников. Тему продолжит временно исполняющие обязанности начальника отделения старшего судебного пристава Янаульского межрайонного отделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан Юлия Капитанова. В статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон об исполнительном производстве были внесены изменения, направленные на защиту интересов граждан-должников. Федеральный закон от 29 июня 2021 года, номер 234, вступает в силу 1 февраля 2022 года. Он обеспечивает неприкосновенность минимального размера дохода. Это означает, что при взыскании задолженности по исполнительным производствам сумма денежных средств, оставшейся на счету у гражданина, должна быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Вместе с тем, установленное законом ограничение размера удержания заработной платы и иных доходов должника-гражданина, не применяется по следующим категориям исполнительных производств. Это, в первую очередь, взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, также возмещение вреда в связи со смертью кормильца, возмещение ущерба, причиненного преступлением. Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд должник-гражданин может обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство в отношении них, либо ведется исполнительное производство в отношении него. Подать заявление можно электронно через единый портал госуслуг. В заявлении должно быть указано обязательно фамилия, имя, отчество должника, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющие личность, также место жительства или место пребывания должника, номер контактного телефона, реквизиты открытого банковского счета, на котором необходимо сохранить доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума, и наименование адрес кредитной организации, обслуживающий счет. К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода и его источники. На основании предоставленной информации судебный пристав-исполнитель вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для дальнейшего исполнения. Также хочу обратить внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете и в одном банке. Также при наличии лиц, находящихся на изждевении у должника, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающей величину прожиточного минимума. В случае возникновения вопросов, рекомендую должнику гражданину обращаться за разъяснением непосредственно к судебному приставу-исполнителю, либо же в подразделении судебных приставов, в том числе посредством направления электронного обращения через наш сайт Федеральной службы судебных приставов. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране составляет порядка 11 миллионов. В Башкортостане более 126,5 тысяч человек. В России ежедневно регистрируется более 39 тысяч инфицированных за сутки. В регионе 300 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказал врач-эпидемиолог Александр Березин. По состоянию на 20 января в Инаульском районе эпидситуация по новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться напряженной. Полеют все группы населения, в том числе и дети. В связи с поздним обращением за медицинской помощью, заболевание приобретает тяжелый характер. Регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Инаульском районе продолжает расти. За этот месяц выявлен 171 пациент, зараженный COVID-19. Из них 10 пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. Остальные 154 находятся на амбулаторном лечении с легким лечением заболевания. В нашем районе продолжается приючная кампания населения против COVID-19. На данный момент за весь период поступило 27 016 доз вакцин. Привито первым компонентом 24 154 жителей района. Вторым компонентом привито 21 530. Наличие на данный момент имеется только гамм-ковид-вак. Напоминаю, что ревакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится через 6 месяцев после вакцинации. Прививочный кабинет работает все дни недели с 8 до 20 часов. Вакцинация проводится не только в прививочном кабинете поликлиники, но и на ФАП, СВА и организован выезд по организациям. Также дополнительно работает прививочный мобильный пункт, в котором производится вакцинация, с графиком передвижения которого можно ознакомиться в социальных сетях. Настоятельно рекомендуем населению района продолжать соблюдать меры профилактики против новой коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! За 2021 год от отравления суррогатным алкоголем в республике погибли 160 человек. Как сообщает Роспотребнадзор по Башкирии, из них 8 детей и 13 подростков. Среди погибших 35 женщин и 125 мужчин. В общей сложности за прошлый год зарегистрировано 962 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией. В особой зоне риска, к сожалению, остаются подростки. 16 января Виновульскую центральную районную больницу в экстренном порядке доставлен несовершеннолетний с тяжелыми последствиями употребления алкоголя. Детский и подростковый алкоголизм – это огромная проблема, которая, к сожалению, с годами становится все более актуальной. По статистике, под влияние пагубной зависимости чаще всего попадают 13-14-летние подростки. То есть первое употребление алкоголя происходит у подростков 13-14 лет. Учитывая, что на ранней стадии болезнь протекает практически бессимптомно, то родители не сразу осознают наличие проблемы и упускают возможность начать лечение, не сразу осознают наличие проблемы. В возрасте 10-18 лет организм активно развивается, окончательно формируется и начинает полноценно функционировать внутренние органы и системы. На этом этапе у подростков динамично развивается психика. Организм в этом возрасте еще недостаточно созрел, а устойчивость нервной системы невысока. Следовательно, проявляется усиленная реакция на внешние воздействия. Именно поэтому алкоголизм среди подростков развивается стремительно и приводит к возникновению тяжелых, соматических, интеллектуальных и психических расстройств. В большинстве случаев причиной употребления алкоголя подростками становятся родители и отношение к спиртному в семье. Если ребенок с раннего возраста видит, что в семье употребляют алкоголь родители, и это является нормой, то подросток это воспринимает как должное, и поэтому сам начинает употреблять спиртные напитки. Но также бывает, что первые знакомства алкоголя происходят еще в утробе матери, и поэтому во время беременности некоторые мамы могут употреблять спиртные напитки, и тем самым увеличивается риск развития неполноценных детей. Помимо этого, причиной алкоголизма у подростков относится и генетическая предрасположенность. Если родители употребляли алкоголем, это значит, у них была зависимость от алкоголя. И в организме вырабатываются ферменты, которые расщепляют алкоголь. Значит, у этих родителей недостаточность формирования этих ферментов, и они это могут передавать своим детям. И поэтому генетическая предрасположенность является очень важной составляющей при развитии алкоголизма. Также неблагоприятная обстановка в семье, чрезмерная опека или полное отсутствие внимания со стороны родителей, личностные особенности, слабый характер, неумение отстаивать свою позицию, черепно-мозговые травмы, психопатия, общение с дурной компанией, в которой постоянно присутствует алкоголь, большое количество свободного времени, отсутствие в лечении, является причиной развития пристрастия к алкоголю подростками. Алкоголизм на раннем возрасте опасен в первую очередь быстрым развитием и сильнейшим влиянием алкоголя на неокрепший организм подростка. У взрослых людей алкоголь перерабатывается ферментами желудка и печени, но у девушек и юношей эти органы функционируют еще не в полную силу, поэтому спирт расщепляется очень медленно. Токсическое воздействие на организм в течение длительного времени приводит к развитию тяжелым соматическим и психическим заболеваниям. Вред алкоголя обусловлен его отравляющим влиянием на все жизненно важные органы подростка. Головной мозг в первую очередь. Этанол разрушает клетки серого вещества, что приводит к снижению умственных способностей подростков. Сердечно-сосудистая система стенки сосудов в юном возрасте очень чувствительна и быстро истончаются под влиянием алкоголя. Сердечная мышца постепенно дряхлеет и не может нормально функционировать. Печень пострадает. Этанол, не успевая перерабатываться, скапливается в органе, вызывает гибель клеток и замену их жировой тканью, что приводит к торможению выработки необходимых ферментов. Желудочно-кишечный тракт. Спирт обжигает слизистые желудка и кишечника, провоцирует воспалительные процессы, может провоцировать также кровотечение. И подростки могут поступать в больницу с признаками кровотечения и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, алкогольные коктейли, содержащие огромное количество сахара, оказывают негативное влияние на поджелудочную железу. Алкоголь негативно влияет также на иммунную систему подростков, что приводит как к более частым болезням, так и к большему риску осложнений после них. Подростковый алкоголизм также опасен для репродуктивного здоровья, так как именно в этом возрасте закладывается основа для дальнейшего функционирования половой системы. Этанол глубительно влияет на здоровье, интеллект и психику человека. Последствиями употребления алкоголя подростками могут стать тяжелые заболевания, такие как цирроз, гастрит, панкреатит. Под влиянием алкоголя молодые люди начинают вести беспорядочные половые связи, что приводит к появлению венерических заболеваний, нежелательных беременностей, рождению детей с патологами. Также могут девочки и мальчики являться объектами насилия со стороны взрослых. Это тоже является очень опасным последствиями употребления алкоголя. Так как алкоголь опасен для психического и физического здоровья юношей и девушек, поэтому его употребление в раннем возрасте надо пресекать на корню, определить, на какой стадии зависимости находится подросток. Можно по его поведению, по некоторым внешним признакам. Основные признаки употребления алкоголя у подростков проявляются внешними признаками. Это изменение поведения в психоэмоциональном состоянии, запах алкоголя, конечно, в первую очередь родители должны на это обратить внимание. Также может быть запах перегара, краснота на лице, нарушение координации, неровная походка, резкое изменение веса в любую сторону, или меньше, или больше, проблемы со сном, плохие оценки в школе, прогулы, новая компания, нежелание знакомить родителей с новыми друзьями, неопрятный внешний вид, когда подростки перестают следить за своим внешним видом, безразличие гигиены, забывчивость, нарушение внимания, неспособность сконцентрироваться, частая смена настроения, постоянное беспокойство, нервозность, апатия или чрезмерная возбудимость, раздражительность, скрытость, лживость. Проблема в том, что поначалу алкоголизм у детей и подростков развивается практически бессимптомно. Но если подросток начал пренебрегать своими обязанностями, грубить, раздражаться по пустякам, если в первую половину дня он вялый и разбитый и оживает с приходом вечера, то это повод серьезно задуматься для родителей. Для того, чтобы предотвратить заболевание или заметить его на начальном этапе, очень важно проявлять интерес к жизни подростка, знать, с кем он общается, где и как проводит время. Поскольку подростки в этом возрасте не могут критически оценивать последствия своих действий, родители должны помочь им выбрать верный путь, чтобы те не утопили свою жизнь спиртном и не стали алкоголиками. Районная административная комиссия проводит рейды по торговым объектам и салонам красоты по предотвращению нарушений правил благоустройства. В том числе они касаются и непринятия соответствующих мер по уборке территорий. Очередная проверка прошла в нашем городе 17 января. В первую очередь члены комиссии обращали внимание на степень очистки снега и наледи с фасадов, карнизов, крыш, пандусов и лестниц. Тем предпринимателям, что недостаточно серьезно относится к чистоте своей территории, представители комиссии выписали предупреждение. По очистке фасадов, карнизов, крыш, входных групп, пандусов, ступеней и иных конструктивных элементов, от снежных заносов и завалов, наледи и ледяных образований. В данный момент мероприятие носит профилактический характер. Собственникам были вручены письменные уведомления об устранении правонарушений. Если данное правонарушение не будет установлено в срок, собственникам грозит административная ответственность по статьям 6.8 и 6.3 КОАП Республики Башкортостан. Тем временем коммунальные службы республики перешли на усиленный режим работы. Сильные снегопады в Башкирии внесли коррективы в жизнь всех жителей нашего региона. Однако, как заявляют синоптики, такая зима далеко не самая снежная. К примеру, в январе 2017 года выпало 132% от нормы месячных осадков. Тем не менее, работы по уборке снега хватает всем. Снежные субботники проходят во всех дворах, на помощь технике выходят и дворники. Вооружившись лопатами, они очищают тротуары от снега и налези. Тяжелая техника сначала сгребает снег в куч, затем его вывозит на полигон. Работа кипит во дворах многоквартирных домов на центральных и самых загруженных улицах города и дорогах района. Привлекаем всю специализированную технику, автогрейдер, погрузчики, камазы. Занимаемся вывозом снега. Заранее расклеиваем объявления, информируем жителей, чтобы освободили парковочные места от автотранспорта. Мы очищаем парковочные зоны, детские площадки, спортивные площадки. Специалисты управляющей компании объезжают дворы, где есть уже острая необходимость именно очистки вывоза. Их включает график и по очередности производим данную очистку. На апрель 2022 года назначены дополнительные выборы депутатов Совета городского поселения город Янаул 5-го созыва. Своих представителей местные жители будут выбирать и в сельских поселениях. Подробности нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Янаульского района Артур Калимулин. 12 января на заседании территориальной избирательной комиссии было принято решение о назначении дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. 3 апреля пройдут дополнительные выборы депутатов Совета городского поселения город Янаул по 10-му и 14-му одномандатному избирательному округу и по одному избирательному округу в Советы сельских поселений Байгузинский, Ишболгинский и Шудыгский сельские советы. До 4 февраля продлится прием документов по выдвижению и регистрации кандидатов. Прием документов ведется в территориальной избирательной комиссии. Прием документов ведется в помещении территориальной избирательной комиссии в будние дни с 10 до 17 часов. С перерывом с 13 до 14 и выходные дни с 9 до 13 часов. Новогодние семейные игры 2022 прошли в Янаульском районе в первой половине января. Их организаторами выступили Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия», Министерство спорта и Министерство образования и науки Республики Башкортостан. Семейное мероприятие стало уже традиционным и долгожданным событием. 2 января в Янаульском районе прошли школьные этапы. Участниками этого увлекательного состязания в гимназии имени Ирика Муксинова стали 17 семейных команд. Они состязались по параллелям в трех видах спорта – хоккей в валенках, эстафеты, ведение мяча клюшкой, катание на тюбинге. Только на первый взгляд состязания кажутся простыми. На деле они требовали от участников скорости и слаженности действий. По итогам трех конкурсов лучшее время показали семьи Ахмадиевых, Хайридиновых и Муфазаловых. Мы живем в Янауле. Есть дом в деревне у нас. И там принимаем участие в спортивных мероприятиях. От работы тоже, когда на работе проходят мероприятия, тоже принимаем. Любим спорт. Стараемся принимать активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся. В школе, в деревню, когда ездим к бабушке отдыхать. Там принимаем участие. А уже на следующий день семьи, прошедшие на муниципальный этап, всего в этот день состязались 23 команды, встретились на большой спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». Самые активные семьи съехали со всего Янаульского района. Программа конкурса та же. Это и веселые старты на перегонки, хоккей с мячом. Родители с азартом подошли ко всем заданиям. Мы представляем школу-гимназию, вторая. У нас там сын в первом классе учится. Вчера выступали в школе, получается, и сегодня нас пригласили сюда. Пришли, конечно же, с хорошим настроением, настроем. Сын у нас очень любит участвовать. И папочка у нас тоже спортсмен. Поэтому стараемся такие конкурсы не пропускать. А если уж пригласят, мы с удовольствием придем всегда. Приехали мы из Карманово, школа села Карманово. Участвуем уже не первый год. И в Уфу ездили. В этом году решили опять попробовать себя. Посмотрим, что получится. Настроение отличное, все здорово, великолепно. Семейный праздник. Сегодня на территории ФОК ЮНУС проходит уже старшие традиционными новогодние семейные игры. Организаторами спортивного праздника является региональное отделение партии «Единая Россия», совместство Министерства спорта и молодежной политики, а также образование и науки республики. Сегодня семьи победителей школьного этапа собрались на одной площадке и будут застязаться в ловкости, скорости и силе в муниципальном этапе семейных игр. Для участия заявились всего 27 команд семей. Победитель муниципального этапа представит наш район на республиканском этапе соревнований в городе Уфе. Местное отделение партии «Единая Россия» всех детей победителей школьного этапа наградит сладкими новогодними подарками. А семьям по результатам соревнований, занявшим первые, вторые и третьи места, вручим дипломы и дополнительные подарочные наборы. В этот день, несмотря на трескучий мороз, на импровизированной хоккейной площадке было жарко. Эмоции и спортивный азарт захватили всех участников от мала до велика. По итогам всех состязаний первое место завоевала семья Хановых из села Ямады. На второй позиции Хусаиновы, третьими стали Мула Ахметовы из Янаула. Все участники соревнований получили сладкие подарки от регионального штаба партии «Единая Россия» и массу ярких эмоций. Республиканская акция «Внимание, дети!» стартовала в Башкортостане в конце прошлого года. Вопрос детского травматизма на дорогах остается по-прежнему актуальным. Дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. Только ответственный подход каждого к соблюдению требований дорожной безопасности поможет снизить количество погибших и раненых детей на дорогах нашей республики, отмечают специалисты. Воспитанники объединения «Светофор» Дома пионеров и школьников совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели акцию «Уважай ПДД, не будет ДТП». 14 января ребята раздавали листовки и в очередной раз напоминали водителям, что именно от них во многом зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. В рамках операции «Внимание, дети!» сегодня мы с детьми Дома пионеров провели профилактическую акцию «Письмо водителю». Данная акция направлена на профилактику и снижение количества детских дорожно-транспортных происшествий. Уважаемые взрослые водители, будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов. Также напоминаем, что каждую пятницу и в субботу сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейды, мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться водителям, управляющим автомобилем в состоянии опьянения. С начала года сотрудниками ГИБДД было выявлено опять нетрезвых водителей. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами, встретимся сразу после выходных. 23 января ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег, ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра артутного столба, температура воздуха ночью минус 12, минус 14, дню минус 8, минус 10 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная улучшенность без существенных осадков, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 14, минус 19, местами минус 21, минус 26, дню минус 9, минус 14 градусов. Это миф. По статистике, 99% людей переносят вакцину без тяжелых последствий. И мы среди них. Статистика – это мы. Статистика сильнее мифов. Вакцинируйтесь. Статистика 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 Коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется.